О жизни прославленного летчика ученикам третьего класса рассказали участники школьного краеведческого кружка. Евгений Пичугин родился в селе Шумыш Рязанской области. Вскоре семья переехала во Владимир. В нашем городе Пичугин окончил школу, параллельно занимался в летном клубе, затем был направлен в Чкаловское летное училище. В Великой Отечественной войне участвовал с первых дней, охранял небо Москвы, Ярославля и Ржева. А свой последний бой провел 19 марта 1942 года под Тверью. Во время сражения Пичугин оказался в хвосте немецкого самолета, но атаковать не смог. У него закончились боеприпасы. Единственным выходом, который он видел, это являлся таран. Протаранив один самолет, он решил спрыгнуть вместе с парашютом, но, к сожалению, падение оказалось неудачным, его пристрелили во время упадения. В музее школьники смогли увидеть фотографии Евгения Пичугина и его семьи, летную форму советского пилота. Ее подарил ветеран Великой Отечественной войны Николай Щелконогов – детали самолетов. И услышали стихотворение о подвиге летчика. Его написал ветеран Великой Отечественной войны Кранит Фурнье. Еще за точку юнкер смылит. Утет ястребка спешит. И тут Пичугин друга видит. Тот на пути к врагу летит. А друга мессер догоняет. Мотору ястребка взревел, к хвосту фашиста подлетел, но мессер вовремя светел. Такие мероприятия в школьном музее проводят регулярно для всех классов. Задание музейной комнаты началось в 2008 году, когда руководителям 41-й школы написали школьники из Шумыши, чтобы узнать больше о судьбе Пичугина. Учителя и ученики начали сбор информации и экспонатов буквально по крупицам. И параллельно создавали небольшой школьный музей. Вот все экспонаты, которые вы здесь видите, это нам предоставил Владимир. Был у нас авиационный опряд. Был заместитель части по воспитательной работе шоуфахтов. И вот они нам предоставили все вот эти самолетные переговорные устройства, шлемофоны, линейки, ветроотчеты. Это все оттуда. Также здесь можно увидеть штурвал самолета, приборную доску и другие. Особый экспонат капсулы с землей с места захоронения Евгения Пичугина в Твери. Ее привезли юные краеведы из экспедиции. Кроме того, к столетию героев в школе разместили стенд с рассказом о его жизни. И работа по увековечиванию его памяти будет продолжаться. В этом году у нас будет знаменательная дата. Тоже 80 лет со дня гибели Евгения Ивановича. Мы будем проводить линейку. Ребята будут также активно изучать материал и непосредственно представлять на линейке классных часах. Провести мероприятие планируется на улице у мемориальной доски Пичугину. Она украшает школу с 2013 года. И в памяти героя. Около нее всегда живые цветы. Анна Столярова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова